Ребята, всем привет! Я немножко заболела, но очень мне хотелось сделать новое видео для вас, поэтому сегодня я бы хотела вместе с вами связать пасхальную корзинку. Для этого нам нужна только толстая пряжа, вы можете взять любой цвет, какой хотите, и также крючок. Для моей пряжи примерно подходит крючок 2,5, так что я возьму его. Также вы можете взять какие-нибудь украшения, если хотите украсить свою корзинку, либо пока давайте мы с вами будем вязать, а вы пока подумайте. Итак, давайте с вами начнем. Итак, ребят, мы с вами как обычно начинаем с кольца амигуруми. Кольцо амигуруми мы уже с вами учились делать, я показывала как его делать. Если вы не знаете, как делается кольцо амигуруми, то посмотрите, пожалуйста, отдельное видео. В кольцо амигуруми мы будем с вами как обычно набирать 6 петелек. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, пятая и последняя, шестая. Мы затягиваем наше колечко и не забываем делать соединительный столбик. Его мы делаем в первую петельку, в самую первую косичку. Посмотрите, вот так. Вводим крючок и протягиваем через эту петельку и сразу через вторую. Вот получилось у нас колечко амигуруми. Теперь мы будем делать прибавку, то есть в каждую петельку мы будем провязывать по два столбика с накидом. Первый провязываем и сюда же второй столбик с накидом. Это два. Во второй мы провязываем раз и сюда же провязываем два. Мы провязываем обычный столбик без накида, только в каждую петельку мы провязываем по два столбика. Это было три. Дальше четвертый столбик без накида, пятый и последний мы провязываем шестой. Шестая прибавка у нас. Провязали. Посчитайте обязательно по кругу у вас должно быть двенадцать петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Петелька на крючке у нас не считается. Теперь провязываем следующий ряд. В следующем ряду у нас идет один столбик без накида и прибавка. Как мы провязываем? В первую петельку мы вяжем один столбик без накида и во вторую петельку мы вяжем прибавку. Итак, вот мы довязали по кругу. Посмотрите, должно у вас по кругу получится 18 петелек. С этого ряда я рекомендую вам отмечать петельки, чтобы вам не запутаться. Я рекомендую отметить последнюю петельку. Вот таким вот образом, чтобы вы знали, что это последняя петелька ряда. Кто-то отмечает первую. Например, если вам легче отметить первую петельку, вы можете спокойно отметить ее. Например, вот у нас первая петелька ряда. Вы всегда знаете, что именно вот с этой петельки начинается наш ряд. Итак, давайте сначала провяжем и сразу ее отметим. Четвертый ряд у нас начинается с двух столбиков без накида. Мы провязываем первый столбик без накида, вот так отметили. Дальше вяжем второй столбик без накида. Дальше у нас идет прибавка, то есть два столбика без накида в одну петельку. Раз, и сюда же два. Так мы чередуем до конца ряда. Два столбика без накида и прибавка. Итак, посмотрите, мы довязали по кругу. У нас должно получиться 24 петельки. Если у вас вы посчитали 24, то значит все вы провязали правильно. Следующий ряд мы нашу отметку убираем отсюда пока. Следующий ряд, пятый ряд, в нем мы будем вязать уже три столбика без накида и делать прибавку. В первую петельку делаем первый столбик без накида и сразу не забываем отмечать. Вот она наша первая петелька. Дальше мы вяжем второй столбик без накида и третий столбик без накида. В следующую петельку у нас идет прибавка. Два столбика без накида в одну петельку. Первый и сюда же мы провязываем второй. Так мы будем чередовать до конца нашего ряда до отметки. То есть три столбика без накида, прибавка. Три столбика без накида, прибавка. Итак, вот мы довязали 30 столбиков без накида. Теперь снимаем маркер и обязательно делаем в конце соединительный столбик. То есть мы вводим крючок, захватываем ниточку и сразу проводим через петельку. Вот таким образом. Теперь мы будем делать так называемые шишечки из пяти накидов. Можно так сказать. Я не знаю, как это обозначается. Я вам просто сейчас покажу, чтобы вам было понятно. Итак, что мы делаем? Мы вводим наш крючок, захватываем петельку и немножко вытягиваем. Это первый раз, когда мы захватили нашу ниточку. Захватываем ниточку, вводим крючок и снова захватываем ниточку. Это второй раз. Дальше захватываем ниточку. Теперь вводим крючок в ту же дырочку, захватываем ниточку снова и вытягиваем. Третий раз. Немножко пальчиком вы придерживаете. Дальше захватываем ниточку, вводим и захватываем снова. Четвертый. И еще раз. Пятый раз у нас получился. Теперь мы захватываем ниточку и проводим через все ниточки, которые мы здесь собрали. И вот так закрепляем. Получилась так называемая шишечка. Теперь следующую петельку мы пропускаем. Вот эту петельку мы пропустим, следующую. И будем вязать в другую. Итак, соответственно мы пропускаем одну петельку и следующую мы начинаем вязать точно такую же шишечку. Ребят, все делаем то же самое до конца ряда. У нас должно в итоге получиться из 30 петелек 15 шишечек. То есть мы вяжем шишечку, пропускаем петельку. Снова вяжем, снова пропускаем. Так чередуем до конца нашего ряда все одно и то же. Итак, посмотрите. Вот вы довязали. Должно было получиться вот так. 15 у нас таких шишечек. Теперь, вот у нас последняя 15 шишечка. Мы делаем соединительный столбик. Посмотрите, куда мы его делаем. Вот у нас шишечка, над ней две такие петельки. Видите, она как из двух состоит. Вот в такую вот во вторую мы и делаем соединительный столбик, чтобы соединить этот ряд, чтобы у нас он был ровненький. Итак, теперь следующий ряд мы будем провязывать между шишечек этих, между столбиков. Мы делаем соединительную петельку, еще одну, прям между столбиками, вот здесь, видите. Вытягиваем вот эту ниточку и начинаем, как и в предыдущем ряду, набирать просто 5, 3, 4 и 5. Вот, видите, получилось 5 таких накидов. У нас получилась такая шишечка. И теперь мы будем вязать вот сюда, вот между шишечками предыдущего ряда. То есть вот сюда. Точно так же делаем накид и начинаем набирать 1, 2, 3, 4 и 5. Через все наши ниточки и закрепляем. Вот так у нас получается второй ряд, видите. Точно так же у нас должно получиться 15 таких шишечек во втором ряду. Ребятки, я хотела вас предупредить, чтобы шишечки у вас были равномерными, вам обязательно, когда вы делаете накид, вот у нас первый накид, вы оттягиваете и стараетесь держать вот это расстояние, то есть не делать больше или не делать меньше. То есть если вы взяли определенное расстояние, вот такое, например, то вы так и продолжаете делать накид. Вот два, вот так вы его разъединяете. Дальше третий, точно такой же по длине. Дальше четвертый, точно так же и пятый. И тогда у вас все шишечки будут аккуратные и равномерные. То есть все примерно определенного одинакового размера, не больше и не меньше. Итак, ребятки, довязали этот ряд, сделали соединительную петельку в конце ряда. Теперь мы с вами сделаем одну воздушную петельку. И этот ряд мы провязываем 30 столбиков без накида. Просто мы в каждую петельку будем провязывать 1 столбик без накида. В каждую петельку предыдущего ряда. Так мы будем вязать до конца нашего ряда. В конце ряда не забудьте сделать соединительную петельку. Итак, ребятки, вот я довязала. Теперь следующий ряд точно так же. Я сделала соединительную петельку. Делаем одну воздушную петельку. И начинаем снова вязать 30 столбиков без накида по кругу. Точно так же. Итак, ребят, вот мы довязали. Теперь мы с вами будем делать последний ряд. В последнем ряду мы будем делать просто соединительные столбики. Смотрите, заводим крючок, подтягиваем ниточку и сразу проводим следующую петельку. Сразу отмечу ряд. Чтобы потом не сбиться. И просто соединительными столбиками мы продолжаем вязать до конца нашего ряда. То есть у нас получится 30 вот таких вот петелек. Они выглядят как косички. Очень симпатично. Отличное завершение вязания. Так мы продолжаем до конца. Итак, ребят, вот вы доделали последний ряд. Вот у вас ваша последняя петелька. Видите, она торчит у меня. Я просто сняла ее с крючка. Вот так. Теперь что мы делаем. Вот у вас торчит петелька. Вы просто с другой стороны изнутри вводите крючок. Видите, вот так вот. Под первую петельку. И вот эту вот петельку, которая у вас торчит, вы просто протягиваете вовнутрь. Вы должны ее протянуть туда, на ту сторону. Вот таким вот образом. Все. И теперь начинаем вязать ручку. Мы делаем 20 воздушных петелек. Видите, вот такие обычные воздушные петельки. Итак, посмотрите. Вот мы сделали 20 воздушных петелек. Теперь нам нужно отсчитать здесь 14 петелек. И в 15-ю ввести наш крючок. Итак, посмотрите. Вот у меня, можно даже сделать вот так, посерединке. Вот видно, что у меня вот эта петелька, она 15-я. Вот петелька номер 15. Вот она, я вам показываю поближе. Теперь нам нужно нашу ручку закрепить только с другой стороны корзинки. Мы пока вытягиваем. И с этой стороны мы берем петельку. И просто вводим нашу ручку. Проверьте, это должно быть у вас ровненько. То есть она должна идти ровненько, не перекручиваясь. Вот таким вот образом мы должны присоединить нашу ручку. И теперь полустолбиками, соединительными столбиками. И теперь соединительными столбиками мы обвязываем нашу ручку. Просто обычными вот такими вот соединительными столбиками. Обвязываем нашу ручку. Так делаем до конца нашей ручки. Итак, когда вы доделали до конца свою ручку, вы можете просто отрезать ниточку, закреплять ее, оставьте побольше, спрячьте ее в вашем вязании. Можно будет ее просто спрятать с обратной стороны. И вы можете украсить свою корзинку, если хотите, добавить к ней бантики, либо какие-то другие украшения. Либо, если вам нравится именно так, то можете оставить вашу корзинку именно такой. Ребята, как я вам и сказала, вы можете свою корзиночку украсить, например, бантиками, вот такими вязанными, как это сделала я. Либо, например, бантики могут быть у вас из ткани. Может быть, вы захотите добавить какие-нибудь бусинки, все на ваше усмотрение. Вот у нас корзиночка теперь готова. Я еще хотела бы обязательно связать маленькие пасхальные яички и положить их в эту корзинку. Сделать их такими очень-очень маленькими и милыми. Теперь наша корзинка готова. Я надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И мы увидимся с вами в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok